МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Очередной выпуск новостей на государственном телеканале Западная Армения. Здравствуйте. Сегодня в эфире 104-е годовщина героической битвы при Айтапе. Хронология совершенного против армян геноцида. За признанием и осуждением геноцида в отношении армян со стороны США должны последовать идеальные действия. Адам Шиф. Палата представителей Кипра почтила память жертв, совершенную против армян геноцида. Какую сумму USA выделит на поддержку арцахцам? Баку используют дома культуры, общественные центры и школы Арцаха в военных целях. Артисты, перемещенные из Арцаха, выступят на выставке творческой сферы. В 1920 году участники самобороны Айтапа во главе с Артуром Левоняном Тернерсесом Тавокчаном, Аветисом Калем Кяхаряном организовали героическую самоборону Айтапа. С апреля районы и улицы Айтапа по предварительно подготовленному плану были перекрыты заграждениями. Наряду с отцами, мужьями и сыновьями армянские женщины, мальчики и девочки подносили камни и воду для строительства плотин. Самоотверженность женщин Айтапа составляет одну из почетных страниц истории армянского народа. Первые восемь дней боя были судьбоносными. Турки атаковали с большой силой, однако, столкнувшись с сопротивлением армянских бойцов, бежали с большими потерями. С первой же атаки Айтапцы увенчались успехом. Армянин из Айтапа, идущий на фронт и взяв оружие под лозунгом «Смерть или свобода», презрел смерть и поклялся ценой собственной крови спасти честь армянина. Не восхищаться мужеством и отвагой армянских бойцов из Айтапа невозможно. За восемь дней Айтапцы заняли важные позиции, заставив врага отступить. Ошеломленные турки прибегли к коварству. На основе их повторных заявлений начались мирные переговоры. Ачин – один из городов Килики. В начале 1900-х годов из 35 тысяч жителей города Ачин 30 тысяч были армянами. Однако, во время геноцида, совершенного против армян, армяне Ачина были насильственно депортированы и сосланы в Дердзор, где большинство из них погибло. В 1918 году над Килики был установлен контроль стран Антанты, и турецкие войска были выведены. Из 30 тысяч жителей, проживающих в Ачин, вернулись около 8 тысяч. В начале 1920 года под давлением Кемолита французы начали выводить войска из Килики. Турки одну за другой заняли Урфу Айнтаб Мараш Сиз, устроив жесткие репрессии местным армянским жителям. Тяжелые бои продолжались до 12-13 июля, когда турецкое командование пыталось поставить жителей Ачин на колени путем переговоров, но безуспешно. Героическая битва в Ачин – одна из героических страниц борьбы армянского народа против турецких погромщиков. Член Конгресса Соединенных Штатов Америки Адам Шив выразил мнение, что после признания и осуждения геноцида в отношении армян со стороны США должны быть реальные действия, поскольку время для жестоких заявлений уже давно прошло. Об этом он заявил в Конгрессе США во время мероприятия «Справедливость во имя геноцида», посвященного памяти жертв, совершенного против армян геноцида Армении и Арцаху. В то время, как мы отмечаем 109-ю годовщину геноцида, обещая, что он никогда не повторится, демократический и мирный армянский народ сталкивается с угрозами, напоминающими его самые мрачные дни. За осуждением должны последовать и реальные действия, подчеркнул конгрессмен, выразив уверенность в том, что преступления против человечности нельзя игнорировать и нельзя оставлять без ответа. 18 апреля Палата представителей Кипра Почтила минутой помолчания память жертв геноцида, совершенного против армян, пообещав бороться за мир и справедливость, в котором никогда не повторятся злодеяния прошлого. Об этом сообщает Кипрус Мэйл. Исполняющий обязанность председателя Палаты представителей Захария Скуляс отметил, что 24 апреля отмечается черная годовщина геноцида, совершенного против армян. В течение нескольких лет отметил он, миллионы армян были насильственно перемещены, подвергнуты лишениям и массовым убийствам. Захария Скуляс также напомнил, что Республика Кипр – вторая страна в мире, признавшая в 1975 году совершенный против армян геноцид. Агентство США по международному развитию опубликовало информационный бюллетень об оказываемой Армении помощи. В бюллетене говорится, что USAID в сотрудничестве с Конгрессом предоставит 33 миллиона долларов народу Армении, выделит 8,5 миллионов долларов США на поддержку армян, перемещенных после недавних военных действий. Будет работать с центральными и региональными правительствами, также международными неправительственными организациями, чтобы подтвердить эффективность демократии. Благодаря этому финансированию будет оказана психологическая и социальная поддержка, предложены решения жилищных проблем, а также будет оказана помощь правительству Армении в эффективном информировании общественности об этих услугах, чтобы люди, имеющие право на помощь, знали, каким образом они могут использовать эту поддержку. В течение следующего года организация окажет поддержку правительству Восточной Армении в повышении осведомленности общественности о государственной поддержке, оказываемой перемещенным лицам. После 44-дневной войны 2020 года военные полицейские силы БАКУ были переброшены и размещены на оккупированных территориях Арцаха. В официальных видеороликах трасли ему по телевидению эти силы располагались в бывших воинских частях армии обороны Арцаха. Однако наблюдение за азербайджанскими социальными сетями, особенно после полной оккупации Арцаха в 2023 году, позволяет сделать вывод, что часть оккупированного Арцаха использовалась как военные базы и штабы. Здания некоторых школ и общинных центров построены и отремонтированы до 2020 года. Строительство новых общинных центров в Арцахе было начато более 8 лет назад по инициативе Всеармянского фонда Армении. После военных действий в сентябре 2023 года, когда военная техника и боеприпасы армии обороны были захвачены и переданы БАКУ, часть их была размещена во дворе бывшей школы имени Хачатура Абамянов-Шуши, которая, судя по фото и видео, стала одним из контрольно-пропускных пунктов азербайджанской армии в оккупированном городе Шуши. Аналогичные участи удостоили здание общинного центра села Гетаван Мартакерского района, здание школы села Чарпар Мартакерского района, здание общинных центров в селах Сарнахпюр Ухтадзор. Трудно сказать, как долго они функционировали или будут функционировать. В 2023 году в селе Ухтадзор здание общинного центра уже было заброшено. Окна разбиты, о чем свидетельствует видео, снятое на месте. Можно подтвердить, что здания культурно-общественных центров и школ, даже если они не используются в военных целях, становятся жертвами вандализма, о чем свидетельствуют многочисленные видеоролики, размещенные в интернете. Размещение военной боевой позиции вблизи или рядом с объектами гражданской инфраструктуры, включая использование культурного наследия благотворительных сооружений, образовательных центров, школ и больниц в военных целях, убежища, арсенал местопроживания вооруженной группы в соответствии с международными правилами защиты культурных ценностей и гражданского имущества во время войны недопустимо, поскольку это может нанести серьезный ущерб целостности наследия, как это предусмотрено статьей 9 ГАКСКК Конвенции 1954 года. Статья 6 2 ГАКСККОГО протокола 1999 года запрещает превращать культурные ценности в военные объекты или использовать их в целях, которые могут подвергнуть их риску разрушения или повреждения. 20 апреля 19.00 в Национальном театре Армении состоится вечер современной армянской и народной музыки живой концертной программой. Важная часть концерта – артисты, вынужденно покинувшие Арцах, соберутся вместе, чтобы представить современный образ армянской музыки и перспективы художественного развития. На вечере выступят Тара Хар и композитор Микаэл Осканян, группа Тиэ Зэрк, певица Марби, арцахский ансамбль песни-танца «Мы наши горы» и юный кеманчист Аш Газар. Параллельно с концертом пройдет выставка «За пределами данных». Художественную и организационную работу концерта осуществляет Обертон Музик Компани. Концерт был организован в рамках программы выставок и семинаров «За пределами данных» программы творческой экскелерации АКБУ «Катапульта», которая является кульминацией двухлетней исследовательской работы, направленной на изучение факторов, препятствующих экономическому развитию творческой и культурной сфер Армении. И в завершении новостей послушаем музыкальное произведение. музыкальное произведение музыкальное произведение музыкальное произведение Такими были новости на сегодня. Мира вам и добра!